Специалисты Министерства обороны заявили, что многие люди, перенесших заболевания коронавирусом, приобретают иммунитет к опасной инфекции. Эксперты пояснили, кому стоит остерегаться повторного заражения. Специалисты Военно-медицинской академии имени Кирова подготовили для Минобороны рекомендации по борьбе с коронавирусом. Врачи утверждают, что многие переболевшие в дальнейшем могут рассчитывать на выработку стойкого иммунитета. По словам экспертов, невосприимчив к инфекции станет организм человека, который переболел с отчетливой клинической картиной, а также пациента, полностью здорового до заражения. Данные о длительности и напряженности иммунитета в отношении SARS-CoV-2 в настоящее время накапливаются. Следует полагать, что у преморбидно здоровых людей специфический постинфекционный иммунитет продолжительный и напряженный, говорится в документе. Медики отметили, что плазму крови пациентов с выработанным иммунитетом можно будет использовать для терапии других заболевших. Те, у кого COVID-19 прошел в бессимптомной или слабовыраженной форме, могут заразиться повторно. Иммунитет также не появится у людей, организм которых был ослаблен еще до инфицирования, пишет ТАСС. Эксперты посоветовали заболевшим соблюдать особую диету, исключив вредные продукты, как при болезни в ЖКТ. В разгар болезни рекомендуется не употреблять шоколад, копчености, консервы, молоко, жирное мясо и острую пищу. Приветствуются каши, легкое мясо птицы, творог, кефир и овощи. Рацион можно расширять по мере выздоровления. Медики добавили, что дополнительно стоит пропить комплекс витаминов, аскорбиновую кислоту и средства для укрепления стенок сосудов, которые назначит лечащий доктор. Сегодня в России зафиксировали рост распространения инфекции. За последние 24 часа медики выявили 771 нового заболевшего. Уханьский грипп распространился на территории 76 регионов. За сутки умерло 6 человек. Ранее известный инфекционист озвучил сроки победы над вирусом в нашей стране. Специалист ФМБА Владимир Никифоров уверен, что вспышка коронавируса завершится до начала лета. Ученые из Сколково представили новый метод уничтожения инфекции. Они предложили дезинфицировать поверхности, обработанные холодной водой плазмой. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова